МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый сеанс, который получает пациент, изначально предполагает нацеливание с помощью компьютерного томографа. Если произошло хоть какое-то минимальное смещение опухоли от тех изначальных срезов, которые мы сделали, проводя подготовку пациента к лучевой терапии, то аппарат скорригирует это смещение, и, соответственно, облучение пойдет исключительно только в ту самую точку, которую нужно облучить. Говоря профессионально, аппарат работает по современному методу интенсивно модулированной лучевой терапии, или АМРТ. Мощность линейного ускорителя 6 электрон вольт. Не самое мощное излучение, но для лучевой терапии этого достаточно. Вес аппарата почти 5 тонн. Стоимость около 300 миллионов рублей. Планируется, что ежегодно в центре томотерапии лечение будут получать 650 пациентов с онкозаболеванием. Система томотерапии предназначена для лечения всех видов и форм опухолей, облучения новообразования и труднодоступного расположения, в том числе спинного мозга, головы, шеи, молочных желез, малого таза, легких и тотального облучения всего тела. Фактически к строительству приступили мы с 1 августа. На сегодняшний день у нас проделана огромная работа. Вы, наверное, видели все это. У нас полностью переоборудован каньон. Делали дизайн, провели через все. Захотели сделать какую-то яркую картинку. Готов к работе на новом аппарате и персонал. Часть специалистов прошли обучение в Соединенных Штатах. Другие специалисты из США консультировали уже в России. Сегодня, я думаю, Ульяновская область вообще является лидером в области лечения жителей с таким тяжелым недугом, как рак. И мы, депутаты Ульяновской городской думы, строго слеживаем вопросы, связанные с обеспечением лекарственными препаратами именно для жителей с заболеванием, с онкозаболеваниями. Однако смертность от рака в регионе за последние два года увеличилась. Сергей Морозов обозначил перед медицинским сообществом 9 первоочередных задач в части помощи онкобольным. К ним относятся, к примеру, схема по лечению таких пациентов, анализ всех специальных препаратов-дженериков, а также тех лекарств, которых сейчас нет на рынке. Мы создадим такой областной онкологический консилиум для тех пациентов, которым по медицинским показаниям необходимы препараты или там необходима высокотехнологичная медицинская помощь. Кроме этого, мы разработаем программу по внедрению новых методик в лечении онкологических заболеваний. Все эти предложения станут частью онкологического кластера, созданного в Ульяновской области. А возглавить его должен человек, хорошо знакомый с проблемами. Морозов предложил кандидатуру министра регионального Минздрава Сергея Панченко. Рината Леулова, Данил Сурков, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова